То, что в Москве нет никакой политики по ее реконструированию, по сносу старых домов, по застройкам, то, что нет никакой политики, это, очевидно, достаточно просто проехать по Москве и посмотреть. Ну, например, строительство этого чудовищного сити, может быть, архитектор и обрадован, может, он получил какие-нибудь премии, но для Москвы это чудовищное предприятие, которое обернулось тем, что силуэт Москвы потерян, и торчат какие-то отдельные гнилые зубы, и это место будет местом помоечным, потому что количество машин, на которых туда будут приезжать наши чиновники или офисные работники, оно, конечно, превышает площади, отведенные под это дело. То есть уже один этот факт говорит о том, что это чистая помойка. И сама идея, она связана исключительно только с деньгами или с какими-то амбициями. Вообще принципа города сейчас никакого нет. Город потерял свою музыкальность, свою архитектоничность. Об этом могут гораздо лучше и профессиональнее меня сказать архитекторы, профессионалы, которые действительно озабочены таким понятием, как пространство города. Но что это за пространство, если Киевская площадь застроена этим гигантским чудовищем только лишь для чего? Только для того, чтобы качать деньги. Пропала площадь. Мы можем вспомнить площадь перед Курским вокзалом. То есть понятие площадей, понятие пространства уходит из умственного взора. Ну и что касается перестройки домов купцов Приваловых, это тот же самый принцип. Во главу всего взяты деньги. И не нужно никому морочить голову. Застройщик будет морочить, говорить, что он там сделает конфетку. Архитекторы будут говорить, да это все уже старье. Мало ли кто там выступал, с какой историей России или Москвы связаны эти пространства. Никого не интересует, к сожалению, пока во главу угла будут поставлены деньги как главный приоритет культуры, человеческих взаимоотношений. Мы никуда не двинемся, общество будет падать все дальше, дальше и дальше. К сожалению, люди, простые люди, москвичи, которые ходят по Москве, они не отдают себе отчет в этом, потому что они озабочены своими проблемами. Но для этого и существует высший культурный орган. Как он будет называться или как он называется, и есть ли он, я не знаю. Может быть и есть. Может быть есть какое-то количество архитекторов, которые понимают, что все это должно быть абсолютно подконтрольно. И никакой не может быть приоритет денег или какого-нибудь застройщика, или какого-нибудь очередного магната, который захотел с этого дела сорвать очередной куш. Вот о чем сегодня нужно не просто говорить, а орать. Речь идет в целом, на самом деле, о всей стране. Ну, например, разве это не связано со всей страной? Вот этот аппендикс, который хотят сейчас к Москве присобачить, 50-60 километров длиной, не знаю, какой он будет ширины, по Калужскому шоссе. Что это такое будет? Это убийство старой Москвы и убийство огромной территории, которая станет огромной помойкой. И не нужно никому морочить голову, что здесь это все называется молодая Москва. Тоже мне нашли молодую гвардию. Чья это идея? Вроде бы, как эта идея была Медведева. Что он? Архитектор, застройщик, занимается пространством. Что он? Занимается природоохранными вопросами. Это все не в его ведомстве. Он должен заниматься, вообще-то, экономикой, которая у нас в полном развале находится. А этим должны заниматься профессионалы, причем неподкупные. К сожалению, сегодня всех хорошо купить. У нас страна всеобщего подкупа. Пока это не кончится, это безобразие будет продолжаться по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Мы знаем, что Москва перенаселена, перезаполнена. Черт знает, что с ней происходит. А этот момент у меня связан с именем одного моего, ну, близкого очень мне человека и близкого многим просвещенным людям. Речь идет о бывшем директоре музея Щусева Давиде Саркисяне. Это был совершенно уникальный, замечательный, просвещенный, сумасшедший, в ту самую меру сумасшествие, каким может быть сумасшедшим творческий человек. Вот это была замечательная личность. У него висела карта, он красными флажками отмечал, как прохождение нашей Красной Армии, когда били немцев, по каким территориям шла наша армия, отмечалась флажками победы. А здесь он отмечал флажками победы Лужкова над столицей. Но Лужков ему и отплатил. Когда внезапно Давид умер, он так и не позволил его похоронить на армянском кладбище. При этом фарисейский говорил, вот если католикоз разрешит, то и я разрешу. Католикоз разрешил, но никакого разрешения со стороны Лужкова не последовало. Вот это и было мщение. Вот это еще один момент, по которому построена наша власть. Мстительность ее невероятная. Она не признает просвещение. Вот пока не наступит этот век просвещения, не век, хотя бы месяц по безопасности москвичей от чиновников, уже было бы замечательно. У нас сейчас сегодня объявлен год литературы. В прошлом году был год искусства. Казалось бы, хорошее все начинание. Я не знаю, в какой степени год литературы обозначится или отразится на просвещении и на умении сочувствовать, сопереживать другим. Очень хочется надеяться, что этот год принесет плоды, но еще бы хорошо бы сделать год защиты наших людей от засилия чиновников, от засилия негодяев, от засилия магнатов, которые своими деньгами, хрустами помахивают перед физиономиями людей, покупают их, и те совершенно спокойно соглашаются со всей мерзостью, которая происходит. Спасибо. Спасибо.